Ах ты ж, сколько ты из меня крови-то выпил! Но реальность такова, что местами мне... Готовый сапожок от фирмы DIVENTIONS... DIVENTIONS... Всем большой привет и рада приветствовать вас на своём канале. Сегодня в этом видео я хочу с вами поделиться своей готовой отшитой работой, а также произвести некое сравнение. В конце видео, если мне удастся, я покажу вам оформленный сапожок. Давайте начнём с самого отшива. Это, собственно, персоны сапожок от фирмы DIVENTIONS для моей старшей дочери. Отшив данного сапожка мне дался нелегко. Я не могу сказать, что это суперсложная работа, но это далеко не самая простая работа. По степени сложности я бы, наверное, ей дала 2-2,5, если брать градацию 3 звезды. И это тот вариант, когда готовый результат мне нравится гораздо больше, чем процесс отшива. Сам отшив у меня занял 51 день, то есть, грубо, 2 месяца. И если бы всё шло гладко, если бы процесс доставлял мне удовольствие, безусловно, я бы не отрывалась на какие-то другие проекты и закончила бы гораздо раньше данный сапожок. Но реальность такова, что местами мне было непросто его вышивать, и я намеренно делала паузы, чтобы попросту вообще не забросить данный процесс. Я не вижу в этом ничего плохого. То есть, всё-таки мне хотелось его завершить, потому что та идея, которую я хотела платить в жизнь, чтобы у каждого из моих детей был сапожок, и впоследствии у меня и у мужа, она во мне есть. И, собственно говоря, она и грела меня всё это время, поэтому я бы его не бросила ни в коем случае. Но всё-таки я давала себе такие небольшие паузы, чтобы, отшив что-то другое, я вновь вернулась к данному сюжету. Вышивала я данный сапожок на 18-й аиде белого цвета. Ну, так как здесь полная зашивка, поэтому, в принципе, для меня цвет основы не играл особой роли. Я хочу напомнить, да, почему я данный сапожок вышивала не по набору, а по дборам, потому что практически все материалы у меня были в наличии. Единственное, цвет 825, который выполняется в фоне, полукрестом 4 сложения, его по ключу нужно было два мотка, и, соответственно, я докупила один моток. И впоследствии также я докупала ещё один цвет, потому что у меня неполная была бобинка, и его не хватило на данную работу. Начинала я вышивать сапожок, как и всегда, как и все свои работы, в большинстве своём. Я отшила сначала вот этот низ, то есть эти дома, над которыми пролетал Санта, потом у меня пошли сани, подарки, сам Санта. И впоследствии я стала отшивать параллельно фон и олени. И двигалась дальше. Конечно, вот эта часть, она вышивалась гораздо легче, потому что здесь очень много полукреста. И сами олени, они вперемешку с крестиком и полукрестом. Поэтому вот эта часть у меня, скажем так, полетела. Я словила второе дыхание. И в достаточно таком хорошем темпе я закончила вышивать данный верх сапожка. Низ местами был такой немножко нагнетающий на меня. Ну и впоследствии вот эта область, она, конечно, далась мне не очень легко. Я не знаю, с чем это связано, потому как... Ну, я догадываюсь, с чем это связано. Скорее, это всего связано именно с фирмой Dimensions. Ну, об неком таком резюме я поговорю с вами чуть попозже. Давайте о тех небольших изменениях, которые я внесла в данный дизайн. Во-первых, наверное, то, что бросается сразу, если вы смотрите на обложку, это цвет рукавиц у Санты. В оригинале они вышиваются зеленым цветом под цвет сани. Это мне напомнилась ситуация, когда дамы выбирают цвет сумочки под цвет обуви. Вот что-то такое похожее я в этом нашла. Но для меня Дед Мороз, Санта Клау в зеленых перчатках смотрится немножко нелепо. И я сразу решила, что я буду переделывать. Переделала я достаточно просто. Я ориентировалась на цвета в самой шубе. Здесь ничего сложного на самом деле. Снег, который идет внизу под санями, я его делала выкладной нитью. Это нить для вязания, достаточно тонкая. Я уже не раз применяю такой способ и настоятельно вам рекомендую, потому что действительно получается очень здорово, очень плавно. Получается однородно, я бы так сказала. Такой вариант с выкладной нитью он очень-очень выручает. Его я использовала только внизу. Когда же вот здесь вот на самих оленях на луне идет тот же самый бэкстич белой нитью в одно сложение. Кстати, внизу он тоже идет в одно сложение. Здесь чисто моя импровизация. Тут я его выполнила по ключу, потому что здесь на оленях, на луне, повторюсь, мне кажется, это не снег, это тень от самой луны. Поэтому логичнее здесь тень изобразить так вот ненавязчиво, легко именно бэкстичом в одно сложение. Мне кажется, что это вполне логично и верно именно для вот этого участка. Что касается выкладной нити, вот которая выполняется на санях. Здесь нужно было делать крученую нить из двух нитей металлика и одной молине. Я решила схитрить, ну почему бы и нет. И я сюда использовала креник, толстенький креник. В свое время, если кто припоминает, но это было достаточно давно, поэтому вы можете этого и не помнить. Когда я вышивала мамину чашку от той же фирмы Dimensions, я по незнанию, потому как я тогда еще не разбиралась особо ни в кренике, да, во всем вот этом блестящем, я прикупила аж пять катушек данного креника. Естественно, он не подошел, все-таки для той работы нужен был именно металлик и крученая нить. Впоследствии я раздарила четыре данных катушки «Щедрая душа». Я подумала, ну когда мне столько? Зачем мне столько? Я раздарила, одна, конечно же, у меня все-таки осталась. Часть этого креника я использовала для подвесок на игрушки. И вот когда стал вопрос с этими санями, я вспомнила про него и решила, почему бы не попробовать? Естественно, я изначально его приложила. Мне понравилось, я решила так и сделать. Изначально я сделала вот эти две полосочки, ну это просто, да, выкладная нить. Подобрала в цвет нить мулине, то есть я пришивала не каким-то креником-металликом, а именно мулине. И в дальнейшем я также уже выложила ее здесь. Эффект мне безумно нравится. Мне кажется, что данный креник, он просто идеально сюда подошел. Я не хвалю себя. Вы поймите, что если бы у меня не было этого креника, я бы делала выкладную нить. Дело в том, что я в данной работе использовала все то, что было у меня. Потому как даже вот здесь вот я вышивала тоже креником, который был у меня. То есть я специально для этой работы ничего не покупала. Я как бы это хочу до вас донести. И, соответственно, просто сошлись все звезды, что данный креник оказался у меня. Я его использовала в данной работе. Конечно же, выкладная нить, это все было уже после стирки. И определенный, конечно, момент разочарования был после стирки. Потому что сапожок повело. Именно из-за вот этого фона, из-за этого полукреста, который был вперемешку иногда и с гобеленом. В общем, сапожок повело. Возможно, вот в таком виде, в натянутом на куснапе, вы не особо видите этого перекоса. Но он есть. В общем, его ужасно повело. Я стала его в мокром виде отглаживать, отпаривать. То есть я брала утюг и натягивала на себя вот этот верх, чтобы максимально как-то исправить. Большую часть мне удалось исправить. Конечно, какие-то погрешности остались. Но что поделать? Уже как есть, так есть. Я думаю, я надеюсь, что в готовом результате, когда будет сапожок пошит и будет висеть, вот этот небольшой перекос, он не будет заметен. И, ну, тем более для моих родных, да. А для себя я сделала просто вид, что, ну, его перекосило от наличия подарков. После, конечно, сушки, все, что я могла сделать, я с ним сделала. У меня провис первый раз бэкстич. Никогда до этого у меня такого не было. Возможно, канва дала большую усадку. Я, опять же, забыла померить сапожок до и после. И у меня провис бэкстич на полозьях саней. Но это логично, потому что здесь я бэкстич вышивала такими большими протяжками. Ломаные нити здесь, честно, бы не смотрелись, потому что все-таки это, ну, как достаточно, да, такие прямые линии. И если делать очень-очень мелкие шажки бэкстича, но это бы смотрелось, честно, не очень. В итоге я просто его подтянула наизнанке, как бы исправила эту такую досадную оплошность. И уже впоследствии я натянула на вот эти куснапы. Они идеально подошли. Это куснапы 28 на 43. И стала уже выполнять выкладную нить. Вот сначала я сделала здесь, наверху, и потом уже здесь. Да, есть два момента, которые я не сделала в данной работе. Можете считать меня ленивой, ничего страшного. Первый момент. Вот здесь вот идет такой бэкстич, он отшивается, ну, как рубчик такой. Получилось так, что я про него подумала потом. И когда я сделала выкладную нить внизу, мне уже было неудобно делать этот бэкстич. То есть подлазить иголкой под эту выкладную нить. Ну, попросту это было очень тяжело. Я боялась что-то повредить, распороть. Ну, честно, я не видела смысла. Мне результат нравится и таким, ничего страшного. И второй момент. Вот здесь вот на одеяльке должны пришиваться 4 небольших кисточки. Мне не совсем нравится вообще изначально эта идея на подобных вещах. По крайней мере здесь. То есть они были бы маленькими. Эти кисточки, они могут со временем как-то поизноситься, поистрепаться. Ну, дети попросту могут их оторвать. В общем, я так прикинула, что нет, мне это не нравится. Я не думаю, что это как-то существенно сыграло на общий вид сапожка. Мне кажется, если бы я вам не сказала, вы бы и не знали, что здесь должны быть кисточки. Повторюсь, что результатом я осталась довольна. Но процесс, конечно, был местами непростой. И вот, наверное, этот сапожок стал таким немножко переломным моментом. И я поменяла свое отношение к фирме Dimensions. Я никогда не говорила до этого, что я являюсь фанатом данной фирмы. Нет, этого не было. Мне нравились определенные дизайны. И, в принципе, наверное, большинство из них, оно находится у меня в запасах. Я не хочу ничего плохого сказать о данной фирме. Она имеет место быть, она достаточно популярна, она очень долго на рынке. У нее очень много поклонниц среди нашей рукодельниц. И в свое время я определенное количество вышивала дизайнов от фирмы Dimensions, хоть и не по оригинальным наборам, но так уж получилось. Знаете, когда я иной раз слышу, как рукодельницы говорят, ну зато вышивать не скучно. Я отношусь к тем рукодельницам, для которых вышивка просто крестиком — это не скучно. Наше с вами хобби, оно так и называется «вышивка крестиком», а не вышивка бэкстичем, французскими узелками, полукрестом и так далее. Так вот я отношу себя именно к тем рукодельницам, которые с удовольствием отшивают работы только крестиком, в которых либо вообще нет бэкстича, либо он минимален, ну либо там, да, минимальное количество тех же французских узелков. Но в основном это крестик. Я кайфую именно от вышивки крестиком. То, что касается полукреста, как мне кажется, я поняла фирму Dimensions. Одно дело, когда они добиваются объёма, да, когда идёт именно игра полукреста в одно, в два, в три, в четыре и так далее сложений. И если это касается каких-то именно определённых моментов. Но в большинстве своём, именно для зашивки фона, они используют полукресты в большое сложение нитей, для того, чтобы закрыть основу ткань, чтобы она не просвечивалась, да. Вот крестики отлично закрывают ткань, а полукрестики всё-таки нет. Поэтому здесь надо такое хорошее количество сложений нитей. В данном случае здесь максимально было четыре сложения нитей, чтобы цвет канвы не просвечивался. То есть это делается всё только ради этого. Эффект, да, полукреста, там, и вот этих перепадах, это всё видно при близком рассмотрении. На расстоянии этого ничего не видно. Так как эта фирма и не являлась моей любимой, на сегодняшний момент она тем более не является моей любимой фирмой. Те наборы, которые у меня есть, я со временем вышью. Но в дальнейшем я буду очень-очень тщательно подходить к выбору, к покупке наборов от фирмы Dimensions. Ну вот, мне это кажется. Как я и обещала, показываю сапожок в уже оформленном виде. Собирала я его по мастер-классу от Светланы Горелкиной, за исключением того, что я делала всё руками. Да, у меня так до сих пор и нет машинки, и нет её по причине того, что некуда ставить. Поэтому, собственно говоря, я и собирала всё вручную. Могу сказать, что это вполне реально, в этом нет ничего глобально сложного. Единственное, что для этого нужно, это, конечно, вагон терпения. И, безусловно, старание делать всё максимально аккуратно, насколько это у вас получается. Делала я практически как и Светлана. Сначала я раскроила все детали, саму вышивку, две детали подкладки и задник. В качестве задника у меня вот такой материал. Это задник такой же, как и на сапожке у моего младшего сына. Тёмно-синяя клетка, простёганная синтепоном. У девушки, которая шила сапожок для моего сына, я попросила заранее простегать мне кусок вот этой ткани вместе с синтепоном. Потому как я знала, что я буду этот сапожок делать руками. И далее я сложила все детали, как полагается, скрепила их булавками и стала шивать. Шивала я нитью, два сложения, швом назад, иглой. Этот момент занял определённое количество времени. Но вообще, если прикидывать общую сборку сапожка, то на это можно выделить целый день. Да, если не спеша всё делать, тогда у вас обязательно получится. Конечно же, при наличии машинки всё это можно сделать гораздо быстрее. Когда я шила по контуру сапожок, я его аккуратно вывернула, потому что боялась, что может быть где-то не совсем будет хорошо прошито. Но всё прошло на ура. Выровняла деревянной палочкой все углы. Прогладила, конечно же. И далее стал момент про верх сапожка, чтобы его закрыть. Здесь я допустила небольшую ошибку. Светлана подсказывала, что нужно подкладку обрезать достаточно коротко. Я же её оставила с припусками. И получается, что у меня на изгибе были все четыре ткани. Чтобы выйти как-то из этого положения, потому что подкладка на самом деле у меня достаточно такая скользкая. Я обрезала ножницами зигзаг. Все эти края подровняла, так сказать. Далее я их обметала. И потом уже стала пришивать потайным швом. Конечно, это у меня получилось не так уж идеально, как бы мне хотелось. Но как уж получилось. Свой не до конца ровный шов я решила закрыть кружевом. Использовала для этого я бежевое кружево. И получилось, как мне кажется, достаточно симпатично. По крайней мере, тот шов не очень-то бросается в глаза. Ну и оставался момент со шнурком. Я завязала вот такой узел, соответственно, сделала петельку. И дальше я аккуратненько его приклеила, как, собственно, я это делала и с первым сапожком. Теперь я могу выдохнуть, потому как моя миссия в плане сапожка, конкретно этого, она готова. Она готова на все 100%. И, соответственно, этот сапожок можно примехонько уже вешать на наш камин. И малышам остается ждать подарков. Понятное дело, что сапожок не настолько вместимый. И, конечно же, габаритные подарки сюда не влезут. Но что-то такое небольшое. Например, такая коробка подарочных киндер-сюрпризов. Я думаю, можно вот так вот ее поместить. И, собственно говоря, сюда наверняка что-то еще влезет. Когда я вам показывала данный сюжет в одном из своих видео про готовые текущие работы, по-моему, я вам говорила, что вас ожидает сюрприз. По стечению обстоятельств моя подружка Натали, которая проживает вместе со мной в Бергене, она приобрела такой же сапожок, оригинальный набор, и вышла его практически параллельно. Но, конечно, она закончила его раньше, чем я. Собственно, поэтому у меня была возможность подобрать нити по живым оттенкам. Это, конечно же, очень большой плюс, как для меня, так и для моего готового результата. Так вот сейчас я хочу вместе с вами произвести небольшое сравнение оригинального сапожка и сапожка вышитым подбором. Вот они, два сапожка от одной и той же фирмы, но вышитые немного по-другому. Конечно, сразу что бросается в глаза, это размер, потому как мой сапожок вышивался на 18-й аиде, сапожок по оригиналу вышивался на 16-й. Если честно, не знаю, что сказать, потому как для меня нет прям какой-то глобальной разницы. И я думаю, что вы сами можете посмотреть и для себя сделать вывод, вышивать все-таки по оригиналу или иной раз вышивать по перенабору. В моем случае получилось немного ярче, это заметила моя подруга, но мне кажется, здесь опять же все дело именно в нитках, в нитках Dimensions. У них они немножко бледноваты. Я сравнивала нити из набора по Мулине, и большинство оттенков были один в один. Я не буду особо акцентировать ваше внимание на той или иной детали. Я предлагаю вам просто посмотреть, самим для себя сравнить и, как говорится, сделать определенный вывод. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и в заключение я хочу вам показать коробку, в которой у меня будут храниться эти сапожки и последующие. Наверняка вы припоминаете, когда-то в этой коробке я хранила свои наборы, но когда их стало очень много, они стали сюда не помещаться. В общем, я изменила систему хранения, и я решила, почему бы в этой коробке как раз-таки не хранить свои сапожки. Здесь находится сапожок для младшего сына, и как раз сюда поместится и сапожок для старшей дочери. Ну и впоследствии сюда будут помещены еще два сапожка и адвент-календарь, но это под большим-большим вопросом. На этом я буду с вами прощаться. Я желаю вам отличного настроения, праздничного вдохновения, и увидимся в моих новых видеороликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok